Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления об одной очень опасной страсти, широко распространенной, но которая, по мудрому наблюдению Святых Отцов Церкви, очень быстро прерывает связь человека с Богом, лишает человека возможности воспринять Божественную благодать. Та страсть, тот порог, тот душевный недуг, который совершенно несовместим с духовной жизнью. Поэтому хочется обратить ваше внимание на страсть самооправдания. Если мы вспомним Священное Писание, то буквально с этой трагедии началась вообще вся история человеческого рода. Вот если мы вспомним книгу Бытия, 3 глава, 11-13 стихи, когда наши правоцы, наши с вами общие далекие правоцы, Адам и Ева, нарушив волю Божию, будучи искушаемы от лукавого, на призыв Божий покаяться, отвечали тем, что перекладывали вину друг на друга. То есть самооправдание, на самом деле, очень глубоко заложено в нашу поврежденную человеческую природу. Вот обратите внимание, как преподобный Паисий Святогорец говорит об этом. Его однажды спросили, Геронта, в чем причина самооправдания? Старица отвечает, в эгоизме. Самооправдание – это падение, оно полностью изгоняет благодать Божию. Человек должен не только не оправдываться, но и даже возлюбить несправедливость, которая совершается по отношению к нему. Ведь что, как не самооправдание, изгнало нас когда-то из рая? Разве не в этом заключалось Адамово падение? Когда Бог спросил Адама, может быть, ты вкушал от древа, от которого я возбранил тебе вкушать? Адам не сказал «Да, Боже, я согрешил, прости меня», но стал оправдываться «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от древа, и я ел». Тем самым, все равно, что сказать Богу, все равно, что сказать «Это ты виноват, потому что Еву сотворил ты». Но разве Адам был обязан слушаться Еву в этом вопросе? Бог задал тот же вопрос Еве, и она начала оправдываться. «Змей прельстил меня», если бы Адам сказал «Я согрешил, Господи, прости меня, я ошибся». Если бы Ева тоже признала свою ошибку, то все опять встало бы на свои места. Но нет, оба они стали наперебой себя оправдывать. И вот обратите внимание, дорогие друзья, не случайно наша любящая мать, Святая Церковь, в те недели подготовительные к Великому посту, о Великий пост, как мы все знаем, да, люди, христианской православной традиции и образа жизни, Великий пост – это особый период церковного года, период молитвы и покаяния, осознания себя. Тот период, когда надо особенно обратить внимание на очищение своей души от страстей. Во время вот этих подготовительных недель Святая Церковь нам предлагает евангельские чтения, которые как раз в том числе говорят о важности покаяния, смирения, осознания своей греховности и о том, как опасно самооправдание. Обращали ли вы внимание на это? Вот, например, в притче о мытаре и фарисее мы что видим? Что фарисей стоит в храме и оправдывает себя перед Богом. Он говорит, Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как прочие человецы, такие-то, такие-то, такие-то или как вот этот мытарь. Фарисей как бы видит перед собой стену чужих грехов, и он как бы самому Богу пытается как бы напомнить о грехах других людей и оправдывает себя, Господи, я не таков, как другие люди. Мытарь только склонил голову и говорил, Боже, милости будем негрешному. Мытарь тоже как бы видит перед собой стену, но своих грехов, а не грехов ближних. Вот следующая неделя, которая всегда следует за неделю мытаре и фарисеям, это неделя, как вы знаете, о блудном сыне. И здесь тоже мы видим два, как бы две категории людей. Один блудный сын, который ушел в страну далече, все расточил, дошел до состояния, что опустился до свиного корыта и пытался там найти для себя пропитание. Вот когда он пришел в себя, говорит, Господи, отче, пришел в себя с такой мыслью, в себя пришел, что вернусь к отцу и скажу, отче, я согрешил на небо и пред тобою, и не достойно называться сыном твоим. А образ старшего брата, старший брат, это как раз образец самооправдания. Он укоряет любящего отца, говорит, я столько лет живу с тобой, я никогда не приступал ни одного твоего слова, ни одного повеления, и ты ни разу не дал мне даже козненка, чтобы я порадовался с друзьями своими. А вот этот сын твой, который расточил имение с любодейцами, когда он вернулся, ты с такой радостью принял его. Опять самооправдание, и опять укор, укор любящему небесному отцу. Следующая неделя, неделя о страшном суде, и тоже в таком же ключе любящая Матерь Церковь нам предлагает назидание. На самом деле, дорогие друзья, вот кто регулярно читает Священное Писание, мы вот эту 25 главу Евангелия от Матвея часто читаем, слышим ее на богослужении именно в эту неделю. И казалось бы, так вот если немножко умозрительно представить, ведь на страшном суде Божьем, когда все, все люди воскреснут, и Господь Иисус Христос разделит весь человеческий род, как пастырь отделяет овец от кознич, на одних стоящих справа, на других стоящих слева, и все праведники на самом деле, которые тогда предстанут, они же все неоднократно читали Святое Евангелие. И они, казалось бы, вот это место хорошо знают. Они знают, какой вопрос им прозвучит, и какой ответ они дадут, какой встречный вопрос они дадут. И в то же время праведники от всей души совершенно искренне, хотя они, ну простите, мы таким вот, может быть, нашим земным ограниченным языком скажем, хотя они в жизни это много раз проходили, много раз читали эту главу, и тем не менее они скажут на слова Христовы, «Придите, благословенный Отца Мою, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира, потому что я алкал, я жаждал, я был наг, я был в темнице, я был болен, и вы послужили Мне». И они скажут, Господи, когда мы видели Тебя, и Тебя вот в таком трудном состоянии послужили Тебе. Тот же вопрос Господь обращает к тем, которые будут стоять слева. И обратите внимание, дорогие друзья, и там грешники начинают оправдываться. Казалось бы, опять-таки мы умозрительно представим себе, предоставляется, может быть, даже последняя возможность глубоко раскаяться и сказать, «Господи, прости, мы действительно не поступали по любви, но на самом деле стоящие слева даже в тот момент дерзают оправдывать себя». Они говорят, «Господи, а когда мы Тебя видели? Когда мы Тебя видели? Алчущим, жаждущим, нагим, в больнице находящемся или в заключении, и мы Тебе не помогли». И обратите внимание, дорогие друзья, я думаю, это не секрет ни для кого. Сколько в жизни можно встречать людей, которые совершенно открыто говорят, «Если бы Христос мне явился в жизни, неужели я бы для Него ничего не сделал? Уж я бы для Него действительно постарался. Если бы Христос у меня попросил там или одежду, или пищу, или питье, ну уж я бы, ну все бы я для Него сделал, для Христа, но Он в моей жизни не являлся никогда. Ко мне кто подходит, то бомжи, то алкоголики, то наркоманы, то все те, кто сами не хотят работать, просят именно один, просят второй. Да я что, крайний, что ли? С какой стати я должен всем помогать? Так человек оправдывается в течение всей своей жизни. Человек отказывается помочь на каждую протянутую руку о помощи, он ее отталкивает от себя. Иной раз даже говорит, вот все у меня просят помощи, или просят занятия, потом не отдают. С чего ради я должен всем помогать? Я что, всем обязан? И сама вот эта внутренняя позиция, самооправдание, она, как вот мы читаем Евангелие в 25 главе, в неделю о страшном суде, мы слышим это с церковного амвона, мы видим, что грешники, которые пойдут в муку вечную, уготованную на самом деле не людям, а дьяволу и ангелам его, они даже в тот последний момент, можно сказать, ну, момент истины, даже тогда не находят в себе возможности покаяться и попросить прощения. Они делают что? Они оправдывают себя и ухаряют Бога. Когда, Господи, мы тебя видели, тебе не помогли. Поэтому стоит нам всем, дорогие друзья, пока мы еще на поприще земной жизни, все-таки обратить внимание на вот этот очень опасный, хотя и незамечаемый нами, духовный недуг, недуг самооправдания. Я надеюсь, что в следующей беседе мы с вами более подробно коснемся этого вопроса, в чем причины, в чем корень самооправдания, и как вот эта страсть развивается в душе человека. До следующей встречи. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok